Здравствуйте, Девы! Это еженедельный расклад с 22 по 28 июня. Девы! Тема недели – Девятка жезлов. Это такая будительность, осторожность, иногда даже сверхосторожность. И, ну как вам сказать, может быть, если кто-то оказался в непривычной обстановке для себя, в окружении непривычном, в другом месте вы оказались, или вдруг каким-то образом резко поменялось у вас в новом месте, так сказать, в новом окружении вы бдить не перебдить, напрягаетесь, то есть осторожничаете и так далее. Ой, дом, семья, дом, семья, дьявол. Безусловно, этот расклад можно отлаковать очень в негативном ключе, но что-то как-то я не хочу в недельном раскладе. Уже устала потом слушать, ой, как всё негативно в комментариях читать, поэтому будем веселенько трактовать. Дьявол – это что-то нетрадиционное, это какой-то обман, иллюзии, чрезмерность. То есть это может быть, кто-то из дев решит что-нибудь такое эдакое для дома приобрести. Такое прям вычурное, скажем так, перебор-перебор. Ну, хочется такое, нравится очень такое, оно манит и шепчет. То есть дьявол, он же очень соблазнительный, очень сложно отказаться. Так что будем это воспринимать как нечто приобретения чего-то очень-очень интересного, слаблазнительного и далеко не традиционного, а, возможно, и иллюзорного. То есть оно не то, что кажется. Вот так, вкрупномасштабно, если взять. Любовь, отношения, семёрка мечей. Семёрка мечей – это, может быть, какая-то неискренность, может быть, отдалённость от партнёра, нежелание каким-то образом раскрываться, что ли, перед партнёром. А может быть, для некоторых вот это приобретение кто-то собирается что-то купить и скрывает это от партнёра, потому что партнёр скажет, «Ты что, с ума сошла или сошёл там?» Категорически, как говорится, против. Может быть и так. Но факт, что это карта, конечно же, такого обмана. И, ну не знаю, слежки, что ли, подсматривания тоже может быть. Конечно, карты, да, не очень. Туз Жезлов оказался перевёрнутым, не стала я его менять, оставила как есть. Но перевёрнутый Туз Жезлов, назовём одним словом, усталость, отсутствие, скажем так, сильно вдохновения, энтузиазма. Может быть, кто-то вот с этой девяткой Жезлов, знаете, если кто-то какую-то работу пытался закончить, да, и вот это уже, знаете, уже просто такая неделя, когда вот человек уже всё, ну, боже мой, господи, конца и края типа не видно, когда что-то закончится всё. То есть просто такая усталость на этой неделе, и нет такого подъёма, чтобы ух, ухнем, и доделать. Финансы, деньги, финансы, десятка мечей. Десятка мечей – это, понятно, что окончание чего-то, это могут быть сильные переживания. Завершение, конечно, может быть разное, окончание чего-то. Может быть плохого, может быть хорошее окончание, может быть кто-нибудь из вас рубанёт и скажет, ну, если вы, например, кого-то, не знаю, там, спонсировали, да, или кому-то помогали, можете сказать, да, всё, хватит уже, надоело, и рубите. Ганаты. Испытание королева Пентаклий. Королева Пентаклий – это, может быть, женщина. Для некоторых дев, может быть, вы сами станете для себя, может быть, ваше настроение какое-то, знаете, вы сами можете стать для себя испытанием. Для мужчин это, может быть, женщина, естественно, которая на этой неделе будет, скажем так, трудно вам будет с ней общаться по разным причинам, или будет выводить из себя. А также это может быть дьявол и королевы. Может быть, кто-то из дев решил сделать какую-то процедуру по, ну, что такое дьявол, это же иллюзия, любое там просто омоложение, там, классические операции, понимаете, что иллюзия. Мы в паспорте, дата не меняется от этого, и реальный. Но внешность становится более привлекательной и интересной. Может быть, кто-то втихаря, естественно, обманывая супруга и обходя, ну, чтобы зачем ему знать, зачем партнёру знать, понимаете, втихаря идёт на какую-нибудь косметическую процедуру серьёзную, такую, по украшению себя. Так что, может быть, и так. Но это всего лишь неделька, не огорчайтесь, и потом… Но для тех, кто, например, что-то подозревает, да, вот если вы… Ну, вы и так бдительны достаточно, потому что, ну, уже совсем, чтобы сказать честно, да, дьявол – это, понятно, что обман, лицемерие, какое-то такое, может быть, очень хитро-ловкое. Здесь тоже, опять-таки, карта обмана, и здесь, видите, такое переживание по поводу денег, то есть вплоть до того, что кто-то, кто вхож в ваш дом, может, извините, даже деньги украсть. То есть надо с этим быть тоже очень бдительными и осторожными. Ну, у вас бдительность как бы и так повышенная. Ну, я надеюсь, всё пройдёт гораздо в более мягких тонах. Так что желаю вам удачной недели, девы! Субтитры подогнал «Симон»